Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Я никак не могу налюбоваться на этих двух красоток. Это у нас Каода Твинкл. Кстати, говорят, сейчас Каоды могут распуститься в трёх вариантах. Хотя у меня заявлена обычная Каода. Но кто-то тоже так купил, и открылась совершенно прекрасная другая орхидея, но с прекрасным запахом. Мне, конечно, всё равно, в каком варианте она откроется. Я люблю её любую. И это у меня аналог Микки Кроун. Тоже очень жду его цветения. Крепыжики нереально крупные, но от того, что Каода – это средних размеров орхидейка, она, видите, меньше по размеру, хотя горшочки 2,5. Даже у Каоды, видите, горшочек чуть-чуть побольше. Вот обе они во мхе, очень замечательные орхидейки. Кто хочет себе тоже приобрести таких жирненьких красавиц, они, по-моему, по 750 рублей были обе, в размере 2,5. Я ссылочку оставлю в описании. Я покупала их в городе Краснодаре, Уральская, 77. Это интернет-магазин. И, в общем, магазин «Склад». Поэтому, кто хочет, можете переходить по ссылке и заказывать себе орхидейки. А кто живёт в Краснодаре, уточняйте по именно по сортам, какие есть, и приехать забрать своё красивое растение. Но вообще сегодняшнее видео будет не у них. А вы знаете, я заметила, что у меня очень-очень много товаров с Алиэкспресс. И думаю, почему же я до сих пор вам их не показала. Кстати, одна из новинок. Это у меня такой вот термометр и проверяет влажность. Вот меня многие спрашивают, какая у вас влажность в квартире. Вот 60, увлажнить воздух. Вот такая интересная штучка. Когда у нас влажность больше 40%, он улыбается. Ниже он грустный. Очень интересная такая штучка. Пришла, в принципе, в идеальном состоянии. Здесь плёночка. Пришла сразу с батареечкой. Ссылочку я оставлю в описании. Причём на Алиэкспресс я заказывала их несколько раз. А вот мне не приходили. Это вот единственное, что пришло. И правда, долго она ко мне приходила. Но я довольна. Я довольна, потому что мне было не к спеху. Это просто из-за того, что у меня зрители спрашивали всё время, какая влажность. Вот сейчас я вам показываю. Не могу сказать, насколько он точен, потому что, опять же, мне не с чем проверять. Так, следующее, что я бы хотела вам показать. Знаете, это больше не для орхидеи, а для съёмки. Очень интересная штучка. Обычно я вот как раз на этом штативе, видите, раз он раскрывается, устанавливается, вот таким вот образом выдвигается. И причём ещё есть кнопочка, которая включает камеру. Очень удобная штучка. Фон он его хорошо держит. Здесь разъёма под камеру нету, поэтому это чисто такой телефонный вариант. Меня полностью устраивает, потому что я снимаю на телефон, и, в принципе, и она самолёгкая, и она складывается хорошо, и можно куда угодно взять. Ещё и плюс, если снимаю в магазине, можно использовать как селфи-палку, если я хочу, чтобы я тоже была в кадре. Вот в сложенном варианте, видите, какой маленький. Поэтому возьмите на заметку, кому нужно. Вот следующий товар. Это ножнички для орхидеи. Больше ни для чего я их не использую, потому что, в принципе, занимаюсь только орхидейками. Вид у них не очень презентабельный, но они достаточно острые. Вот так вот на пружинке, и хорошо режут, про крайне мере, цветоносы, листики. Всё достаточно хорошо. Как раз тут я приготовила орхидейки. Специально вам показать. Вот этот вот жёлтенький листик. И он, как по маслу, его отрезает. Сейчас, левой рукой не очень удобно. Я всегда отрезаю листики наискосок. Мне кажется, это более эстетично смотрит. Вот, можно ещё немножечко обрезать, но это солнечный ожог. В принципе, пятно само не росло. Я неаккуратно поставила очень близко к окошку. Вот, и потом заметила, что появилось жёлтое пятнышко. Ну, я думаю, ничего страшного, оно не росло. Вот, и если дальше не будет жёлтеть листочки, я ничего уже делать не буду. Единственное, что обработаю срез зелёнкой. И всё. Вот такие вот хорошие ножнички с Алиэкспресс. Ссылочку вам оставлю в описании. Вот, они хорошо режут и стоят, что там, 70, по-моему, 4 рубля. Вот, сейчас я вам даже точно скажу. Они у нас стоят всего лишь 78 рублей. Штатив у нас стоит 224 рубля. И вот такой вот термометр у нас стоит 259 рублей. Вот, сразу буду вам говорить с ценами. Я думаю, что это будет достаточно интересно. И вы будете сразу понимать, нужен вам этот товар или нет. Вот, ещё одна такая интересная покупка. Но это именно для съёмки. Я купила микрофончик. Он достаточно дешёвый, 88 рублей. Но я хочу попробовать. Ведь он у меня ещё, в принципе, даже закрытый. Я его только получила. Хочу попробовать. Если звук будет лучше, буду снимать вам с микрофоном. Даже, наверное, мы сейчас с вами сразу и попробуем. Подключила микрофон. Как теперь качество звука? Пишите обязательно. Потому что я уже тогда буду понимать, как мне лучше снимать с микрофоном или без микрофона. Вот, и тем более у него смешная цена, 88 рублей. Не знаю, как будет качество звука. Поэтому обязательно пишите. Мне будет очень-очень интересно. Вот, и следующий из товаров. Это у меня круговая лампа. Вообще, я её заказывала по нескольким направлениям. Во-первых, это съёмка. Во-вторых, я ещё мастер по наращиванию ресниц. Мастер по наращиванию волос. Вот, и такая лампа. Очень красиво, знаете, досвечивать, подсвечивать. И плюс ещё к тому, что можно сделать красивый с ней фотографик, потому что круговая лампа очень хорошо смотрится. Сейчас я её вам включу, покажу, как она светится. У неё достаточно длинный кабель. Вот так вот она включается. Достаточно яркая. Вот здесь есть режимы, сделать её более тусклой. Вот так. Таким вот образом. Можно поменять свечение на жёлтое. Вот, можно обратно на белое. И вот обратно увеличить яркость. Я думаю, видно, насколько она яркая. Очень классная лампа. И если кто-то занимается так же вот ресницами, бровями, в принципе, подойдёт. И стоимость её 1390 рублей. Вообще, в принципе, конечно, можно сказать, что это дорого. Но зная, насколько стоят такие лампы, это достаточно приемлемая цена. Но я её покупала без штатива. Я немножечко, ну, ошиблась, так сказать. Поэтому нужно отдельно. К ней ещё будет купить штатив. Но они недорогие. Так что можно себе позволить. Ещё у меня есть вот такая вот лампа с Алиэкспресс. Она именно для растений. Она у меня, знаете, такая уже потасканная. Она у меня больше года уже. Я её фиксирую скотчем. Поэтому, знаете, пыталась её протереть. Но всё равно остаются липкие следы на ней. Вот. Этой лампой я пользуюсь всю зиму. И уже буду, наверное, использовать её третью зиму. Она у меня очень давно. Поэтому я даже не смогу сказать вам цену. Поэтому я её покупала что-то в районе 380 рублей. Она стоила одна. Я похожие лампы видела на Алиэкспресс. Они были, знаете, такие из четырёх таких лампочек с переходниками. Вот такое у неё розово-синее свечение. У неё получается две лампочки розовые, одна синяя. Здесь у нас получится раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать диодов. И это хватает, чтобы, знаете, так досвечивать именно орхидеи, которые стоят у нас на окошке в зимний период, когда пасмурно. Я включаю. У меня получается восточная сторона. И вот где-то часов с двенадцати, даже с одиннадцати, наверное, уже солнышка нет. И так как это зима, очень пасмурно. Вот я примерно с двенадцати часов дня до семи-восьми вечера досвечиваю, потом выключаю. На ночь ни в коем случае не оставляю. Вот у орхидеи идёт свой цикл день-ночь. Так же, как, в принципе, у всех живых существ. Поэтому на ночь свет ни в коем случае не оставляйте. Обязательно выключайте. Досвечивать нужно именно днём, когда пасмурно и солнышка не хватает. Вот такую лампу можно приобрести на Алиэкспресс. Найти вот они точно такие там продаются. Я точно это знаю. Похожую ссылку на такие лампы я оставлю обязательно в описании. Зайдёте, посмотрите, может кому-то пригодится. И мне очень нравится, что здесь вот такой вот удобный выключатель. И следующий товар это у нас светодиодная лента. Также она продавалась именно для растений. Даже были нарисованы орхидейки. Но она настолько тускло светит, что мне кажется, ёлочная гирлянда светит намного-намного ярче. Может быть мне досталась бракованная. Я не буду точно утверждать. Но она светит не очень. Я вам сейчас это продемонстрирую. И к покупке её вам советовать не буду. Я её тоже очень давно покупала. Знаете, и выкинуть жалко. И досвечивать ей она бесполезная. Поэтому, скорее всего, я соберусь с мыслями и просто её фыкину. Сейчас я вам включу и покажу, как она светит. Вот так вот тускленько она светит. Причём, видите, вот эти поярче. Эти вообще не светятся. Я же, может быть, не досталась бракованная. Но даже те, которые светят ярко, их абсолютно недостаточно. Мне кажется, даже если бы вот такое свечение было полностью по ленте, этого абсолютно недостаточно. Вот поэтому именно светодиодные ленты я к вам к покупке не советую. Лучше взять вот такую вот лампу или что-то похожее. Я знаю, что есть такие вкручивающиеся лампочки. Прям большие. Я покупала их маме. Маме нравится. Орхидейкам тоже. Она их именно тоже включает. Зимой, когда недостаток света, когда пасмурные денёчки. Тоже у неё сторона восточная. И она включает примерно так же. С 12, где-то до 6, до 8 вечера. Вот такая сегодня у меня получилась... Ну, не распаковка. Вот такой вот у меня сегодня получился обзор товаров с Алиэкспресс. У меня остались ещё немножко товаров. Это такие, как увлажнители воздуха. И ещё такой немножечко оставлю в секрете. Товар, который я заказала, и он ещё не пришёл. Кому интересны такие видео, я могу снимать их почаще. И, может быть, даже у вас есть какие-то пожелания. Вы мне их можете присылать. Я буду их заказывать. И можно даже сделать такую рубрику. Товары для цветов с Алиэкспресс. Вот. Поэтому пишите свои комментарии. Понравилось вам, не понравилось. Какие товары, может быть, ещё заказать, протестировать. Вот. И я в следующем видео могу вам показать увлажнители. И ещё, может, закажу что-то интересненькое. И уже... Заказано кое-что интересненькое именно для растений. Вот. И вообще, я любитель распаковывать посылки. Вот. Поэтому я часто заказываю товары с Алиэкспресс. Поэтому, я думаю, вам понравилось. Вы меня поддержите. Поставьте мне пальчики вверх. И обязательно, кто ещё не подписан на мой канал, подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну всё. Всем любви, удачи, пышного цветения. Пока-пока.